Пермяк приобрел партию поддельного элитного коньяка, а также известных марок водки на общую сумму более 6 миллионов рублей. И уже собирался пустить все это добро в продажу, но планом дельца помешали правоохранители. Контрафактный товар арестовали и возбудили уголовное дело. Алкоголь кустарного производства, то есть некачественно, не соответствует ГОСТу, и поэтому могло быть и отравление алкоголем большого количества человек, но и также и более тяжкие, посвященные наступить вплоть до летального исхода. Алкоголь приобрели из какого города или что хотя бы? Ну, с области привезли. Вы были уверены, что это настоящий Хеннесси, да? Там же все указано, марка, все. Сам попробовал. Среди потерпевших – несколько российских производителей и коньячная компания Хеннесси. Аферист своими действиями нанес им серьезный материальный ущерб. Представители французской страны принимали участие в рассмотрении дела. В процесс приезжал представитель данной компании, дал суде пояснение, что Хеннесси в бутылках объемом 0,5 литра вообще не существует. Как человек с европейским складом ума, он очень возмущался тем, что как легкомысленно относится подсудимый к жизни своих же сограждан. Дельцу предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – использование чужого товарного знака и незаконное приобретение и хранение немаркированной алкогольной продукции. Действия бизнесмена признали общественно опасными и даже подрывающими экономику государства. Судья вынес суровый приговор. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде двух лет-двух месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он был явно не готов к такому повороту событий, рассчитывал на исправительные работы или условный срок. Кроме того, несостоявшемуся алкоборону вменили возместить французам материальный ущерб. Точную цифру установит гражданский суд. Паленая водка, бодяжный коньяк, алкогольный рынок России наводнен подделками всех мастей. Уголовные дела в отношении нечистых на руку предпринимателей возбуждаются редко. Чаще всего все ограничивается административной ответственностью и незначительными штрафами. То, что обвиняемый приговорен к реальному лишению свободы, это нонсенс. И наука другим. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.